Где совсем скоро роботы заменят людей? О том, что вы сможете заменить свои обыкновенные контактные линзы на смарт-линзы от Google, а также о более чем люксовом жилье в Дубае в сегодняшнем выпуске. Не переключайтесь! Японская телекоммуникационная компания SoftBank, которая является третьим по величине мобильным оператором у себя на родине, объявила, что собирается использовать в своих фирменных центрах мобильной связи роботов Pepper для работы с клиентами. Старт такого эксперимента намечен уже на конец этой недели. Посетители магазинов смогут решить с роботами различные вопросы, получить консультацию, советы, оформить контракт на предоставление мобильных услуг или просто пообщаться на различные темы. Отметим, что человекообразный робот Pepper способен распознавать эмоции собеседника и соответствующим образом реагировать на них. Для этого в нем установлены камеры, датчики глубины и набор микрофонов. Например, если робот понимает, что человек грустит, то он пытается его утешить и развеселить. Корпорация Google запонсетовала смарт-устройство, которое можно поместить прямо в глазное яблоко пользователя. Согласно описанию, приложенному к патенту, имплант необходимо ввести в глаз и закрепить его на хрусталике специальным раствором. Искусственный хрусталик от Google призван в первую очередь исправить плохое зрение пациента, заменит настоящий, но его можно будет использовать и для других целей, ведь он не так прост, как кажется. Это устройство состоит из, собственно, линзы, устройства хранения и датчиков. Работает от аккумулятора и оснащен радиокомпонентами, которые позволят обмениваться данными с другими устройствами, например, внешним вычислительным модулем. Да, аккумулятор тоже будет, но вместе с хрусталиком никто не собирается имплантировать глаз-USB-зарядку. Все гораздо проще, батарея будет заряжаться с помощью энергонакопительной антенны. Как это будет работать, пока не совсем ясно. Главное, что без проводов. Объединенные Арабские Эмираты в очередной раз продемонстрировали всему миру размах своей фантазии и по-настоящему королевские амбиции. На этот раз руководство города Дубаи дало добро весьма необычному проекту, создание которого потребует немалых усилий и вложений. Clendings Group, одна из крупнейших в Европе компаний, занимающихся строительством и продажей недвижимости, создаст целый комплекс плавучих вилл с подводным этажом, который будет размещен в 4 километрах от побережья Дубая. Поселение 42 домов будет называться The Floating Seahorse, жилая площадь плавучих вилл будет варьироваться от 157 до 370 квадратных метров. При этом в каждом здании будет 3 этажа, включая один подводный. Подводный уровень выглядит ну очень заманчиво. Он содержит в себе спальню, а также ванную, отдыхая в которой вам будет казаться, что вы находитесь внутри прекрасного гигантского аквариума. И это неспроста, ведь нижний этаж вилл с внешней стороны будет украшен настоящими кораллами и прочими красотами подводного мира. Все 42 виллы планируются к сдаче до конца этого года, и, судя по всему, многочисленные инвесторы готовы вложить немалые деньги в этот необычный проект. Цены на эти строения пока не сообщаются, но вряд ли сумма на такое жилье может быть скромной. Сегодня вы узнали много нового, но впереди вас ждет самое интересное на Ducascope TV. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok